Вы хотите жить так же? Чем вы готовы заплатить за свой успех? На первом канале программа «Время покажет», как обычно, в прямом эфире мы говорим о том, что волнует каждого из нас. Вот, Роман, вы, я так, мой бизнесмен, и вы имели дело с Трампом с точки зрения бизнеса, вы с ним что-то такое обсуждали, там, жали ему руку, смотрели ему в глаза. Продолжим затронутую тему в разговоре с экспертом. У нас в студии сегодня доктор экономических наук, председатель жилищного кооператива Роман Василенко. Доброе утро, Роман. Здравствуйте. Ну, я не побоюсь это слово сказать. Человек, которому я вначале отнесся с глубочайшим скепсисом. Я честно сказал, ну, подтверди, было ли, нет? Я сказал, я не буду с тобой играть в поддорки во время игры. Я буду тебя пытать. Я не буду притворяться, и мне наплевать, сколько у тебя есть денег, бедный, ты богатый, мне не важно. Я буду тебя пытать. Но он настолько верил в то, что говорит. Я трижды был банкротом. И все начинал с нуля. Было время, когда мне нечего было одеть, мне нечего было есть, и мне нечем было кормить свою семью. Сегодня я создал и возглавляю холдинг, в котором более десятка предприятий. Со мной работают десятки тысяч сотрудников по всему миру. Меня зовут Роман Василенко, и это история про успех. Когда человек всерьез задумывается о том, чтобы разбогатеть, он начинает искать, как это сделать. Давайте говорить прямо. Если у вас нет особого таланта, если вы не выиграли в лотерею, если у вас нет папы Рокфеллера, то у вас вариантов мало. Поэтому достаточно быстро многие люди приходят к тому, что реальная возможность разбогатеть, достичь своей цели, реализовать свою мечту – это сетевой маркетинг. Но тут возникает проблема. Потому что, с одной стороны, у вас жгучее желание улучшить свою финансовую ситуацию, а с другой стороны, вы боитесь пойти в сетевой маркетинг, потому что вокруг него так много слухов, предрассудков и непонимания. Общество не воспринимает сетевой маркетинг всерьез. И, будем говорить прямо, часто осуждает этот способ заработка. В результате вы оказываетесь перед сложным выбором. Либо рискнуть заняться сетевым бизнесом и обеспечить свою семью, и реализовать свои мечты, либо отказаться от такой возможности и жить так, как ты жил раньше, ничего не менять в своей жизни. За мой опыт в сетевом маркетинге, это почти три десятка лет, был период в моей жизни, когда мне было стыдно признаваться, что я сетевик. Слава богу, этот период прошел, и я сейчас твердо знаю, что я принял в свое время правильное решение. Потому что, если бы я тогда не принял решение, я бы сейчас работал бы в каком-то банке, каждый день ходил бы на работы, возможно, бы стал топ-менеджером, достиг потолка карьеры, получал бы какой-то фиксированный оклад, от кого-то бы зависел и боялся за потерю своего места. Но сейчас это не так. Я сейчас свободен, я сейчас твердо стою на ногах, и я ни от кого абсолютно не завишу, потому что сетевой бизнес, он действительно бизнес свободного предприимательства. Это бизнес, который дает тебе полностью свободу как финансовую, так и свободу по времени. Ты никому не подчинен, ты делаешь свой собственный бизнес и отдаешь ему времени столько, сколько считаешь нужным. И тогда, когда ты считаешь нужным. И работаешь ты только с теми, с кем ты считаешь нужным. Мне сейчас даже страшно представить, кем бы я стал, чтобы со мной было, если бы я тогда принял близко к сердцу мнение, вот это ироничное мнение того моего окружения. Запомни сейчас мои слова. Есть сейчас люди, которые состоятельны для тебя и стоят на более высокой социальной ступени. Они с иронией смотрят на твое занятие, на то, что ты занимаешься сетевым маркетингом. Но пройдет время. Представь через пять лет, чего достигнут они и кем будешь ты. Какая перспектива у них и какая перспектива у тебя. Они максимум вырастут на одну-две ступени, работая по найму или чуть-чуть расширят свой бизнес, а через пять лет ты станешь миллионером. Ты будешь с улыбкой, с высоты своего успеха на них смотреть сверху вниз. Добрый вечер, Олимпийский! Сейчас я считаю сетевой маркетинг единственным нормальным доступным вариантом, который может сделать богатым любого человека. Без преувеличения. Я не знаю ни одного достойного способа начать с нуля и разбогатеть, который давал бы такие колоссальные возможности. Благодаря сетевому бизнесу ты можешь стать настолько богатым, насколько сам этого хочешь, или насколько можешь себе это представить. И что важно, сетевой бизнес позволяет достичь успеха и в других сферах жизни. Ты развиваешься как личность, ты общаешься, ты постигаешь ораторское искусство, ты очень много путешествуешь, ты действительно можешь быть полезен людям и развиваться как личность. Занимаясь этим бизнесом три десятка лет, я понял важную вещь. С помощью многоуровневого маркетинга ты можешь получить все, что захочешь. Главное страстно и по-настоящему этого хотеть, не предавать свою цель и непоколебимо двигаться к ней. Я создал свое состояние, сформировал свой стиль жизни только благодаря сетевому маркетингу. И в этом фильме я хочу рассказать всю правду о сетевом маркетинге, показать его возможности и его истинное лицо. Я наглядно покажу, почему сетевой бизнес – это средство для достижения твоего успеха. Я знал, что я буду жить хорошо, что я должен жить хорошо. Я об этом знал с детства, что я должен много работать для того, чтобы кормить свою семью и жить достойно. Я родился в семье военнослужащих, все детство провел в военных гарнизонах. Закончил школу, поступил в военное училище. Получил офицерское звание и служил в военно-морском флоте. С сетевым маркетингом познакомился в начале 90-х, когда он только пришел в Россию. Я попал на свой первый семинар. Честно говоря, я ничего не понял и вообще не понимал, зачем мне нужен этот бизнес. Потом я попробовал, у меня стало получаться. Я заработал денег и после того, начиная углубляться и разбираться, я увидел, какие широкие возможности дает это дело. Большинство людей вообще не понимает, что такое сетевой маркетинг. Я сейчас вам об этом расскажу. Сетевой маркетинг – это сеть независимых консультантов-продавцов, которые связывают напрямую производителя и покупателя. На самом деле, вам все это уже давно знакомо. Каждый день мы что-то неосознанно продаем. Вспомните, когда вы вернулись из отпуска, который вам очень понравился. Что вы сделали в первую очередь? Вы поделили своими впечатлениями со своими родственниками, друзьями или коллегами по работе. И наверняка кто-то из ваших знакомых обратился в ту же турфирму, остановился в том же отеле или поехал на тот же курорт. Или вы посмотрели какой-то хороший фильм и написали об этом в социальной сети. Что ваши друзья сделали? Они будут повторять за вами, они будут смотреть этот же фильм. Мы каждый день делимся впечатлениями о банках, страховых компаниях, парикмахерских, ресторанах, об автомобилях, обо всем, чем пользуемся в обычной жизни. Именно благодаря нашему мнению люди пользуются теми же самыми услугами, теми же самыми продуктами, теми же самыми банками и покупают те же самые автомобили. Даже когда вы носите одежду какого-то бренда или ездите на автомобиле какой-то марки, вы неосознанно рекламируете их. А теперь представьте, что вы бы за это еще и деньги получали. Вроде бы пока от обычного бизнеса не отличается, потому что продавец в магазине тоже за свою работу получает деньги. Но есть очень важное отличие. Дистрибьютор создает команду и получает процент от работы всей сети. В этом и есть суть этого бизнеса. Сетевой маркетинг это очень простая и естественная форма бизнеса, которая построена на законах природы. Представьте себе дерево. Люди, которых вы пригласили, это самые толстые корни, которые отходят от ствола. В свою очередь они тоже создают свою сеть, приглашая в нее своих знакомых. Их можно сравнить с более тонкими корнями, которые уходят глубже от ствола. И так далее до самых маленьких корешков. И теперь представьте, что вы получаете комиссию от каждой продажи. То есть хороший сетевой бизнес можно сравнить с развитым крепким деревом. Чем шире корневая система, чем глубже, тем она становится более обширной и более мощной. И все потоки превращаются в один мощный денежный поток, который исчисляется сотнями тысяч, миллионами долларов. И как в природе, самые сложные шаги в самом начале, когда дерево маленькое, ствол похож на травинку, и корешки совсем маленькие, когда они боятся засухи, когда они боятся солнца, когда они боятся ветра и мороза. Это самый трудный период, который нужно пережить каждому сетевику. Но чем больше ты проходишь испытаний, чем больше вырастает дерево, тем больше развивается корневая система. И приходит тот момент, когда корневая система начинает развиваться сама. Даже если спиливается ствол, дается новый росток, оно все равно живет. И вы в центре этого движения, вы постоянно в центре этого денежного потока, который растет день от дня. Годовой оборот MLM-бизнеса на сегодняшний день в мире превышает 200 миллиардов долларов. Занятых людей, которые профессионально работают в MLM-индустрии, на сегодняшний день более 100 миллионов человек, которые работают профессионально. Каждую неделю в мире рождается два долларовых миллионера именно в MLM-бизнесе. Но давайте посмотрим, что это такое. Во-первых, сетевой маркетинг, он подходит абсолютно всем. Независимо, сколько тебе лет, независимо, какой ты веры, гражданство, сетевым маркетингом может заниматься каждый. И обратите внимание, если на сегодняшний день тебе 40 лет, 45, такому человеку уже трудно найти работу. Военнослужащие, которые ушли в запас, которые уволились, трудно найти работу. На сегодняшний день, если тебе уже 50 лет, ты вообще никому не нужен. Возможности зарабатывать нет. Пенсионеры, студенты. Если ты сейчас приходишь после института на работу, ты приходишь на какую-то низкооплачиваемую должность, и для того, чтобы тебе стать топ-менеджером, тебе нужно потратить в среднем 10 лет. От 10 лет, чтобы ты стал топ-менеджером и пришел на хорошую зарплату, на хороший заработок. В сетевой индустрии до заработка топ-менеджера достаточно 2-3 года. И заработки достигают 50-100 тысяч долларов в месяц. Причем в MLM-бизнесе таким заработком никого не удивишь. Это нормальный заработок для топ-менеджера в MLM-компании. Сетевой маркетинг – это бизнес будущего, хотя он и появился еще в прошлом веке в США. Постоянно меняясь и адаптируясь к реалиям современной жизни, он вбирает в себя все самое лучшее и передовое. И при этом суть сетевого маркетинга остается прежней. В центре находится человек, которого невозможно заменить ни роботами, ни технологиями. Вы можете спросить, Роман, почему это важно? Посмотрите вокруг. Каждый день в мире совершаются новые технологические прорывы. Профессии, которые нам ранее казались незыблемыми, уже сегодня уходят в прошлое. Заводы и фирмы становятся полностью автоматизированными. В сфере услуг роботы начинают заменять человека. Из-за этого количество рабочих мест сокращается. Безработица – это бич современного общества. Как позаботиться о своем будущем? Где работать? Как кормить свою семью? Сетевой маркетинг дает возможность каждому управлять своим будущим, ибо человека заменить невозможно. Какая изюминка в MLM? Их много. Но самое главное, что ты реально свободен. Ты не работаешь на начальника. Тебя не ограничивают рамками по времени, ограничениями по расстояниям. Их нет. Тебя не ограничивают заработком. Ты можешь работать тогда, когда ты захочешь. Работать с тем, с кем ты хочешь, а не с кем тебя заставляют. Ты можешь сам формировать свою команду. Ее формировать под себя. То есть ты строишь собственный бизнес. И ты делаешь это сам, под себя. Как ты сделаешь, так ты и заработаешь. Ограничений заработков нет. Границ по расстояниям нет. Ограничений по времени нет. Начальников нет. То есть ты сам ставишь себе цели, ты сам их достигаешь. Ты можешь ставить огромные цели. Это бизнес свободного предпринимательства. Ты работаешь на себя. Вступая в любую сетевую компанию, ты работаешь на себя. Тебе дают инструменты, тебе дают учеты, бухгалтерия, тебе дают продукт. И ты сам работаешь на себя. Часть функций, часть сервиса, компания, головная компания берет на себя. Но ты делаешь свое собственное предприятие, свой собственный бизнес. И зарабатываешь столько, сколько тебе захочется. Главное, не ленись. Если не МЛМ сейчас, то что? Ну где сейчас можно нормально заработать с любым дипломом в любом возрасте деньги? Или иди делай карьеру 10 лет, 20 лет, пока ты дойдешь до топ-менеджера? От звонка до звонка по найму за копейки. Сам себе не принадлежишь. Сетевой бизнес – это командная работа. Каждый лидер заинтересован помочь своим дистрибьюторам, своей команде, своей структуре. И когда ты приходишь в МЛМ-бизнес, ты никогда не остаешься в одиночке. Это бизнес-команда, потому что твой руководитель заработает только тогда, когда заработаешь ты. Соответственно, ты получаешь серьезную поддержку и помощь. Каждый руководитель заинтересован в успехе своей команды, успехе каждого из своих сотрудников. Это уникальный бизнес, в котором, помогая другим, ты поднимаешься сам. Это в корне отличается от классического бизнеса волков-одиночек. Кто кого съест. Или акулы бизнеса, которые съедают друг друга. Все поддерживают друг друга, потому что каждый друг в друге заинтересован. Руководитель заработает только тогда, когда заработает его команда, потому что он получает процент от работы своей команды. А в команде работать гораздо легче. Недаром процент успеха, процент людей, которые приходят в бизнес и становятся успешными, в МЛМ-индустрии в два раза выше, чем в классическом бизнесе. Профессия сетевик, она уникальна. И уникальность ее в том, что, когда ты поднимаешься по карьере, помимо того, что ты получаешь возможность реализоваться, заработать денег, у тебя появляется свободное время и у тебя появляется возможность больше времени уделить своей семье. Ты становишься человеком мира, потому что у тебя появляется возможность путешествовать. Сетевики путешествуют. Больше всех. Если даже зайти, посмотришь в социальных сетях, сколько фотографий в разных странах такое могут позволить сейчас себе только сетевики. Те навыки, которые приобретает любой сетевик, позволяют тебе зарабатывать на ровном месте в любом городе, в любой стране, в любое время. В сетевом бизнесе есть такая поговорка. Рот закрыл, рабочее место убрано. Твои знания у тебя в голове. Ты можешь в любом месте, в любое время, любому встречному просто рассказать, дать консультацию и получить в результате за это деньги. А вы знаете, что многие известные люди либо занимались сетевым маркетингом, либо сейчас в нем участвуют? Это и миллиардеры, и политики, и известные голливудские звезды и спортсмены. Среди них Уоррен Баффетт, Джордж Сорос, Билл Клинтон, Ричард Брэнсон, Роберт Киосаки, Чак Норрис, Халк Хоган и даже Дональд Трамп, президент США. Однажды Дональду Трампу задали вопрос, что бы ты сделал, если бы пришло все начать сначала? Трамп ответил так, что я нашел бы компанию сетевого маркетинга в самом начале ее деятельности, которая в качестве поддержки имеет хороший продукт и систему образования. Весь зал зашелся от смеха, а Трамп ответил, что это именно та причина, по которой вы сидите в зале, а я стою здесь на этой сцене. Инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт именно так и делал. Он покупал сетевые компании. Это самая умная инвестиция, которую я когда-либо делал, говорит он. Вот высказывание Роберта Киосаки о сетевом маркетинге. Самые богатые люди в мире ищут и строят сети, а остальные ищут работу. Крупнейший специалист в мире по бизнесу и личному достижению успеха Брайан Трейси считает, сетевой маркетинг дает вам проверенную систему успеха, которая позволит вам немедленно начать зарабатывать деньги. Что предпочтительнее? Один миллион сразу? Или 10 копеек, которые будут удваиваться каждый день? Если вы знакомы с азами математики, то обязательно выберите 10 копеек, потому что всего за год они превращаются во многие миллионы. Что такое финансовая пирамида? Финансовая пирамида – это незаконная или полузаконная компания, в которой идет просто перераспределение денег или какая-то игра. Отличие финансовой пирамиды в том, что финансовые пирамиды, матрицы, различные хайпы, в них никогда нет никакого продукта. Или бывает такое, говорят, мы продаем идею. Что это такое, продаем идею? В финансовых пирамидах нет обучения, финансовая пирамида нелегальная, финансовые пирамиды живут очень мало. Финансовые пирамиды перераспределяют деньги снизу наверх, и, как правило, полгода, год, ну максимум, может быть, полтора, и они рушатся, они закрываются. И те люди, которые пришли у них позже, они неизбежно теряют деньги. Вообще любая финансовая пирамида – это неизбежная потеря денег. В сети появилось очень много подобных проектов. Будьте осторожны. Очень много людей, которые действительно туда втягивают. И у этих людей, как правило, жажда наживы, жажда денег. Они хотят сейчас получить деньги. Если в предлагаемом продукте или предлагаемой компании нет никакого продукта, который ты конкретно получаешь, либо это какая-то услуга, которой ты можешь пользоваться, либо это какой-то товар, которым ты можешь пользоваться, ты его купил, он у тебя, это не потеря. Это реальное приобретение. Ты его можешь сдать, ты можешь получить деньги обратно. Это нормальная компания. Но если это невозвратные, это финансовые пирамиды. Хочу обратиться ко всем. Не позволяйте втягивать в себя финансовые пирамиды, в матрицы, в хайпы. Не позволяйте себя обманывать. И не обманывайте других людей. Ведь когда вы обманываете других людей, вы сеете горе, а это все возвращается. Не позволяйте пачкать свое имя, свою историю, свой рот. Не втягивайтесь в эти пирамиды. Не ведитесь на эти бешеные проценты. Не ведитесь на эти какие-то большие деньги сразу и сейчас, быстро. Если человек хочет стать сетевиком, первый шаг ему надо разобраться в сетевых компаниях. Выбрать тот продукт, который ему подходит, который ему самому нравится. Ему надо промониторить рынок, что есть, что предлагается. Самое главное, на что обратить внимание, это, а, есть ли в компании система обучения, еще лучше, если в компании есть собственная образовательная академия. Следующий. Насколько щедрый маркетинг, насколько щедрая карьера в этой компании. Успешной будет компания, и ты будешь успешно строить свою структуру тогда, когда компания будет щедро оплачивать работу, работу своих дистрибьюторов. Если щедрый карьерный план, если щедрая оплата, тогда эта компания хорошая. Тогда люди будут идти для того, чтобы заработать денег, тогда люди будут продавать, тогда компания будет удерживать своих людей. Все познается в сравнении, надо посмотреть в разных компаниях, сколько они платят за примерно одинаковый идентичный объем. За один и тот же объем выполненной работы или привлеченных средств, какая оплата в той или иной компании. Надо выбрать ту компанию, которая платит хорошо. Если компания платит хорошо, значит, не нужно будет уговаривать своих людей, чтобы они были преданные, верные своей компании. Значит, ты не будешь терять, они не будут убегать в другие компании, которые платят больше. Они будут работать в твоей команде. Соответственно, твоя команда будет расти и расширяться. Как только человек выбрал компанию, он должен, естественно, приобрести продукт и начать пользоваться продуктом той компании, в которую он пришел. Когда он сам начал пользоваться, он может его уже и предлагать, он может его знать в совершенстве и он может его продавать. Основной новой компании является продажа. Любая продажа начинается с себя, с того, какое ты впечатление произведешь, с того, насколько ты будешь профессионален и понравишься клиенту. Только потом уже возникает некий продукт, который ты ему предлагаешь. Любая продажа начинается с личной коммуникации, с первого впечатления, то есть с работы над самим собой. Каждый человек, который начинает делать малый бизнес, который хочет заработать денег, причем это в любом бизнесе, он должен начать с себя. Он должен начать с своего личностного роста, то есть со своих семинаров и тренингов, со своей компетенции, со своего внешнего вида, хотя бы костюмчик себе должен купить. Быть успешным, конечно, трудно в любом деле, на любой работе. И раз вы еще не добились успеха, то стоит подумать, верен ли выбранный вами путь. И почему бы вам хотя бы в рамках эксперимента не попробовать другой? А знаете ли вы о том, что многие люди, которые на сегодняшний день добились серьезных успехов, пришли в сетевой маркетинг для того, чтобы убедиться в том, что это не работает, а доказали и себе, и своим близким обратное? Сделать первый шаг трудно, но еще труднее не иметь всю жизнь то, чего хочешь. Помните, пока вы работаете над других, вы помогаете исполнять их мечты, а не свои. Чтобы добиться успеха в сетевом маркетинге, здесь тоже надо пахать. Это не волшебная палочка, по мановению которой вы станете богатым. Но здесь нет ограничений для вашего роста и осуществления вашей мечты. В сетевом маркетинге вы можете добиться любой цели, и это именно то, что я здесь ценю. Благодаря многоуровневому маркетингу становишься хозяином своей жизни и сам строишь свою судьбу. Пожалуй, самые большие ценности, которые дает сетевой бизнес, это большие деньги, признание и свобода. Для того, чтобы стать успешным, нужно быть ненормальным. Не таким, как все. Успех – это всегда преодоление, это всегда рост, боль. В любой MLM-компании есть очень многие люди, которые пришли попробовать, у которых раз не получилось, два не получилось, им уже дальше идти страшно. Люди слабые, которые не выработали в себе настойчивость, и они боятся получить отказ. Но они сидят, они так всю жизнь сидят, они не принимают решений. Не бывают все люди успешными, не бывают все люди одинаковыми, такими настойчивыми. Поэтому во все сетевые компании приходит много людей, которые делают попытки. И многих людей, таких большинство, у которых негативный опыт или отказы, их пугают. И лучше они вообще не будут заниматься ничем, только чтобы не услышать в ответ «нет». Большинство людей боится отказов. Я хочу, чтобы ты понял, что отказывают не тебе. Этот отказ не тебе, не твоему продукту. Он сейчас не готов, он отказывает самому себе. Для того, чтобы стать успешным, тебе нужно пройти через эти отказы. Ты должен услышать первые свои 100 «нет». Ребенок, который учится ходить, он сколько раз падает. Но это не значит, что он один раз упал, или два, или три раза упал, и он бросил ходить, и он перестал учиться. По-моему, на моей голове нет столько волос, сколько я получил отказов. В моем организме нет столько нервных клеток, сколько я получил отказов за свою жизнь. Ну и что? Отказали. Где сейчас они, где сейчас я? Все мы отлично знаем. В этом мире все деньги у людей. Все деньги у людей. То есть для того, чтобы они пришли к тебе в карман, ты им должен дать нечто, что им нужно. Нужно выполнять всего лишь три пункта успеха. Первое – по чуть-чуть каждый день. Ударение не по чуть-чуть, ударение на каждый день. Второе – держись лидера, того человека, который тебя научит, который в тебе заинтересован, который этот путь уже прошел, у него ты можешь научиться. И третье – продержись в этом ритме постоянно хотя бы один год, хотя бы первый год. Тогда к тебе придут знания, профессионализм, придут деньги. К этому времени у тебя выстроится уже собственная сеть, которая будет давать тебе постоянный пассивный доход. Меня часто спрашивают, чего начать строить свою сеть. На самом деле у каждого из нас она уже есть. От родных и друзей до наших дальних родственников и знакомых. Для того, чтобы создать сеть, надо просто очень много общаться. Нужно посещать много тренингов, много разных мероприятий. Когда ты не сидишь дома, когда ты не сидишь в своем кабинете на месте, когда ты постоянно двигаешься, либо ты на кого-то наткнешься, либо в конце концов на тебя кто-то наткнется с каким-то предложением. Соответственно, если ты двигаешься, у тебя в любом случае будет сеть, у тебя в любом случае будет широкий круг общения. Если ты будешь сидеть дома и сидеть перед компьютером, мало возможности рассчитывать на какой-то успех. Составь список своих знакомых, полистай свой телефон. У тебя в телефоне столько знакомых. Неужели никому рассказать о своем продукте? Всегда есть люди, которым можно рассказать. Кто-то тебя пошлет, кто-то выслушает, а кто-то пойдет за тобой. Причем за тобой пойдет минимальное количество людей. Может быть, это будет 10%. 10 человек из 100. Вот тут тебе и выручает настойчивость. Когда, несмотря на многочисленное количество отказов, ты все равно идешь рассказывать. Говорят, сетевики самые ненормальные люди, потому что когда им большинство людей отказывают, они с улыбкой идут дальше. Именно это и приводит к успеху, это настойчивость. С твоей настойчивости, с твоей непокобелимости начинается твой успех. К чему я веду? Мы уже с вами обладаем потрясающим ресурсом, таким как сеть знакомств, и никак его не используем. При этом мы постоянно что-то продаем. Этого даже не осознавая. Только представьте, что будет, если это объединить. Начать продавать осознанно и использовать для этого всю свою сеть знакомств. Именно это и есть сетевой бизнес, доход, который вы получаете постоянно. Если ты хочешь серьезно зарабатывать, значит, ты должен серьезно заниматься. Тогда тебе нужно отказаться, действительно отказаться от любых посторонних занятий и заниматься только одним делом. Тогда ты фокусируешься только вперед, только на одном пути, на достижении своей цели. В ходе заблуждения БМЛМ-индустрии, то, что это какие-то маленькие деньги, если этим заниматься действительно серьезно, и только этим, то это достаточно серьезные деньги, которые позволяют купить и дом, и дачу, и обеспечить себе накопительный пенсионный капитал. Или, если хотите, родовой капитал, который обеспечит не только самого человека, который этим занимается, но его и семью, и детей, и даже еще и внукам хватит. По старт бизнеса можно сравнить со стартом самолета. Для того, чтобы подняться наверх, нужно сделать полный газ. Нужно стартовать, нужно всего себя посвятить этому бизнесу, своей цели, всю свою энергию, все свое время отдать, для того, чтобы взлететь. Дистрибьютором может стать каждый, как и любой может быть богатым. Но самое главное – это настойчивость, это гребаная упертость. Упертость – это такая же точно привычка, как и все остальные, которые можно выработать. Но самое главное – это просто не сдаваться. Самое главное – никогда не сдаваться. Всегда делай еще один шаг. Что бы ни произошло, сделай еще один шаг. Никогда не останавливайся. Иди, не изменяй свои цели. Будь верен своей цели. Верь в свою мечту и всегда иди, иди до конца. Ну, двигайся. Двигайся. Ты должен быть такой упертый, чтобы от тебя сбегали, чтобы про тебя говорили, что тебе легче отдаться, чем объяснять, почему этого не можешь. Упертость. Пусть лучше он от тебя сбежит и скажет, что ты долбанутый, чем ты потом будешь думать, что ты что-то недоработал. Иди, делай до конца, пока он не убежит от тебя. Тогда у тебя будут деньги. Настойчивость непобедима. Настойчивость – это эликсир успеха. В любом деле, да, конечно, кто-то тебе не помеет, кто-то скажет, что ты зомби. Ну и что? Пусть говорит. Да тебе плевать, что он будет про тебя говорить. Тебе главное, сколько ты принесешь денег своей жене, своим детям. Вот это главное. Главное – настойчивость. Главное – то, что ты идешь до конца. Пусть он от тебя убегает. Встал и пошел. Предлагаю всем подряд все, что на расстоянии вытянутой реки, должно попадать в сектор обстрела. Не бойся. Предлагай, ты ничего не теряешь. Нельзя потерять то, что не имеешь. Недавно я поднялся на высочайшую точку Европы. Это западная вершина горы Эльбрус. 5 642 метра. Для того, чтобы подняться на вершину Эльбруса, нужно делать маленький шаг. Вдох – шаг. Вдох – шаг. Это называется гималайский шаг. Маленький шаг сделать нетрудно. Ты делаешь один маленький шаг. Но если ты не остановишься, ты по-любому будешь на вершине. Дорогу осилит идущий. Так же и в жизни, и в бизнесе ты всегда должен делать следующий шаг. Это один из базовых моих принципов. Всегда делай. Еще один шаг. Всегда. Что бы ни произошло, еще шаг. До сих пор самым эффективным, результативным и тем способом, который приносит реальные деньги, остается способ работать, как мы говорим, на земле. Непосредственно прямая встреча человека к человеку. Когда смотришь глаза в глаза и имеешь личный контакт, это всегда воспринимается эффективней на вербальном и на невербальном уровне, чем смотреть, работать через какие-то чаты, скайпы. Конечно, охватить людей можно больше, но я не встречал еще способа, который позволял бы достичь большего результата, чем работая на земле, работая вживую, воспитывая настоящих живых менеджеров. Это глобальная сеть, которая основана на личных взаимосвязях от человека к человеку, который охватывает весь мир. Почему я делаю акцент на том, что личных связях? Потому что в сети интернет можно создать очень быстро очень большую сеть. Люди, которые не знакомы, точно так же за один день эта сеть разрушается, но личные отношения, личные связи и личный контакт между людьми закрепляется надолго, люди становятся друзьями. Поэтому самая сильная работа, самая эффективная это работа на земле, как мы говорим, и работа непосредственно вживую личная коммуникация от человека к человеку, который создает общую сеть, которая поддерживается человеческими, дружескими, теплыми, близкими отношениями по всему миру. Если бы я нарисовал сеть MLM, то я бы нарисовал сеть, которая охватывает весь земной шар. Везде, где есть люди, там есть MLM. Если ты занимаешься MLM-бизнесом, то одному достичь успеха невозможно. Только в команде. Нужно уметь работать в команде для того, чтобы достичь большого успеха, грандиозного успеха. Для того, чтобы стать миллионером, нужно работать в команде. Создай свою команду. Вот эту мозаику собери из тех людей, которые дополняют друг друга своей искрометностью, своим юмором, своим рациональным мышлением, своей целеустремленностью, своим каким-то гением или талантом. Когда это все собирается вместе, получается мозговой штурм и команда, которая ломает любые препятствия. Любые преграды. Команды единомышленников, они не должны быть одинаковые. Они как раз и сильны тем, что они все разные. И каждый выполняет свою функцию. Каждый вносит свою искорку в этот общий коллектив. И вот это и есть MLM. Конечно, когда есть лидер, который больше всех шутит, больше всех хулиганит, больше всех зовет за собой, но больше всех при этом берет на себя ответственность, тогда у этого лидера будет очень много денег. Потому что за ним идут люди, потому что рядом с ним хорошо. Он создал мир вокруг себя ярким. А если яркий мир вокруг тебя, к тебе будут тянуться люди. Создай в своем окружении яркую жизнь. Они притягиваются туда, где ярко, где хорошо, где веет успехом, позитивом, где веет юмором, где веет деньгами. Это все притягивается, все самое главное, оно все как снежный ком. Успех – это состояние души. Успех – это постоянство. Причем успех может складываться из 80% неудач. И всего лишь 20% у тебя будет удач, которая сделает тебя успешным. И успех – это постоянство. Если человек успешен, значит он успешен. И сколько у него было неудач и провалов, это не значит, что каждая сделка, каждая встреча, каждый контракт заканчивается у него удачи. Нет, конечно. У него неудач гораздо больше, чем удач. Но он успешен. Почему? Потому что в целом из большого количества попыток он получает результат, который перекрывает все его неудачи. Общайся с успешными людьми, общайся с людьми, которые больше тебя зарабатывают, общайся с людьми, которые тебя превзошли. Если человек чего-то достиг, он тебя может научить. Он тебя превзошел. Учиться надо у тех, кто сильнее тебя. Только у них можно научиться. взять полезные, правильные привычки, взять правильные поступки, взять правильные жесты. Если ты общаешься с успешными людьми, если ты общаешься со знаменитостями и общаешься очень долго, ты невольно, когда оказываешься где-то без них, ты начинаешь действовать как успешный человек. Общайся с людьми, которые тебя превосходят. Общайся с людьми, которые сильнее тебя. Только тогда ты будешь расти, развиваться. Чтобы достичь успеха, нужно иметь цели, быть верным своей цели. Нельзя предавать свою цель, нельзя отказываться от своей цели. Нужно быть одержимым, двигаться только вперед, только к своей цели, чтобы не произошло. Когда у тебя в голове идея, когда у тебя в голове есть цель, когда ты чего-то хочешь, вот это и есть сила, это и есть мотивация. Хочу и иду, двигаюсь, думаешь, мечтаешь, ставишь цель и двигаешься к этой цели. Тупо идешь вперед, просто идешь вперед, делаешь ошибки, ошибаешься, получаешь по голове, серьезно получаешь, встаешь и идешь дальше. И у тебя всегда все будет, если встаешь и идешь. Очень многое получал, очень многое терял, очень многое ошибался, всегда вставал и шел дальше. И мой девиз всегда – делай еще один шаг, чтобы не произошло. Встал и сделал еще хотя бы один шаг, чтобы не произошло, но тебе в голове все равно мысль. Чтобы не произошло, сделай еще один шаг. Ты придешь к своей цели. У кого маленькие цели, он заработает маленькие деньги. У кого большие – глобальные, он заработает большие деньги. Все твоей голове – что хочешь, о чем ты думаешь, вот это и получишь. Думай всегда глобально, большими категориями, категориям большого бизнеса – тогда ты получишь большой бизнес. Нужна ясная цель. Ты должен знать, для чего ты этим занимаешься, Сколько ты хочешь заработать или для чего тебе эти деньги? Куда ты двигаешься? Когда ты знаешь, зачем у тебя будет результат Когда у тебя есть большая цель, у тебя есть возможность, перспектива, развитие Вот ради достижения своей цели можно сделать очень многое А просто ради денег? Навряд ли Навряд ли бы я пошел куда-то просто ради денег Если идти, то идти для чего-то, для того, чтобы чего-то достичь Для того, чтобы реализовать свою мечту Думал ли я, голодный, униженный, раздавленный, обворованный Тогда, сидя и читая историю Трампа, что не пройдет и двух лет Я буду сидеть у него в кабинете и общаться с ним лично Ты можешь все, если ты верен своей мечте Представь свою жизнь Это твоя жизнь Сколько тебе сейчас лет? Десять? Двадцать? Тридцать? Сорок? Пятьдесят лет? Сколько ты будешь жить? Десять? Девяносто лет? Восемьдесят лет? Сколько? Семьдесят лет? Вот это все, что у тебя осталось Когда ты собираешься жить? Жить нужно сейчас Зарабатывать нужно сейчас Двигайся! Прямо сейчас сделай первый шаг к твоему успеху Двигайся! Сделай то, что изменит твою жизнь Двигайся! Движение – это жизнь Жизнь – это успех Твой Редактор субтитров А.Семкин